здравствуйте дорогие друзья подписчики канала пластинка тв снова на ваших мониторах снег завывает вьюга точно так же как и в этот апрельский день у нас за окном а это значит что сегодня продолжаем проходить третью часть сибири и для меня конечно сегодня будет загадкой сохранилась ли у меня игра потому что здесь есть такое новое введение геймплейное которое я очень не люблю это чекпоинты и соответственно игра сама себе на уме сохраняется тогда когда считают нужным и продолжает соответственно с того места на котором она последний раз сделала сохранение посмотрим сохранился ли прогресс воспользуюсь наверное пунктом продолжить непонятно зачем тогда нужен пункт загрузить если у нас есть только чекпоинты и больше ничего но возможно в дальнейшем будет доступен выбор между отдельными там главами или локации продолжаем игра кстати на движке unity разработана именно поэтому у нее столько проблем с локализацией и уж тут с локализации с оптимизацией и что начитал с отзывов всяких но честно говоря у меня пока никаких проблем с камерой с просадкой fps еще чем-то не было я конечно понимаю что у меня может быть достаточно мощная видеокарта и комп еще достаточно бодрый но тем не менее пока все играется нормально но если у кого-то какие-то баги за тупые глюки то друзья в этом виноваты не столько разработчики игры сколько такой движок который они использовали открытый движок на нем кто угодно может клепать игру ли ну похоже я стартовал с того места сейчас этики я инвентарь гляну с того места как я подобрал схему ключа в кабинете нашего замечательного директора или нет сейчас погодите да 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 вот эта брошюрка с правильной схемой ключа которая поможет нам выбраться из этой больнички сейчас мы зайдем в нашу палату беседуем снова с аборигеном местным и которого тут тоже в плену держит и он нам скажет что нам нужно передать как дела ки эту брошюру шаману скоро ты выпишешься чтобы он смог изготовить правильную копию ты вроде расстроена что такое я к управлению еще окончательно не привык но чтобы выйти отсюда я надеюсь что я справлюсь по крайней мере с переходом между локациями я уже освоился для любого пораженного квестовика здесь конечно все очень непривычно потому что мы привыкли против просто кликать мышкой и все то есть клавиатура в квестах обычно вообще практически не задействовано но только там разве что кнопка инвентарь или еще что-то все сходится там escape выйти в меню пробелом там подсветить активные точки если есть такая функция так далее вообще сильно ослабел с тех пор как меня стало лечить так мы про доказательства мы уже слышали в прошлый раз говорит дайте-ка я мотну а мадам ольга это кстати судя по всему та стремная тетка изначальной заставки которая обещала удерживать кель здесь так долго как только сможет предположение что может быть она не такая плохая которую я в прошлый раз выдвигал она я думаю неправильная так как пропустить то диалоги то разве у тебя не было модели с собой на смотри так я и думал с помощью модели кузнец моего племени сможет сделать твой соседу диалоги нельзя пропускать ребят сможешь ему ее отправить на escape я попадаю в меню есть курьеры на пробел ничего не происходит на нажатии мышки тоже от нашего шамана не ну это прям минус креиграбельности можешь отдать ему ключ я понимаю что в любом квесте диалоги это одна из основных частей но все таки когда что-то повторно проходишь то не все диалоги хочется слушать хотелось бы иметь возможность проматывать так вот оно окошко ну вот точно нас заточили вот в этой самой страшной звезде смерти из заставки эй уху птичка смотри что у меня тут да башня это слишком высокая мы видимо сидим на самом верху и просто так скинуть бумажку не получится учитывая то что за окном бушует ветер и унесет в абсолютно неизвестном направлении и поэтому племя ее не получит а поскольку как мы видели опять такие заставки племя общается с помощью с помощью вот этих вот сов каких-то северных это видимо вальсимбор город о котором говорил курк с помощью северных сов общается то поэтому нам нужно этим воспользоваться полагаю ты лагерь племени курка я только вот не понимаю пока из всего этого замечательного сюжета да я понимаю что вот злые значит какие-то габисты экспериментальная какая-то больничка и все такое но чем им вот это племя не угодило чем она им угрожает собственно я вот этого пока понять не могу из всей этой истории вот я все время хочу вернуться на эскейп а не на четверку надо ей какие них каких-нибудь я не знаю семечек дать или еще чего-нибудь может быть в этот раз кейт захочет заглянуть в этот сундук нет нет друзья ну а вот в инвентаре у нас что есть я все время забываю ножик только есть еще да да ничего что могло бы привлечь птицу определенно ну в палате у нас тоже ничего вкусного что может понравиться птички нету может спросить этого чувака может он скажет насчет птицы курк я что-то не так делаю она ко мне не летит да сова старая соображает туго ты пыталась заманить ее на балкон нет я не знаю как это делается а гляди двор кейт уокер там может найтись что то что заинтересует птицу точно я попробую спасибо за помощь курк ага ну тут реализовано таким образом через диалоги система подсказок для чайников я уж и так догадался что птицу нужно чем-то приманить но помню опыт в прошлой части друзья прохождения я начинаю думать что лучше лишний раз поговорить со всеми поскольку иногда пока не поговоришь то у тебя соответствующие активные точки не появятся то есть например если где-то лежат семки здесь и пока мы не поговорим с этим самым баригеном то мы эти семки бы поднять не смогли и кому следовало бы поговорить с ремонтниками эту дыру я уже осматривал в прошлый раз болтать с ними бесполезно эта дверь тоже заперта сейчас друзья сейчас чем-то найдем не переживайте в конце концов тут пока что еще не так много локаций нет давайте-ка не будем сюда к этому сумасшедшему доктору соваться ну его нафиг может быть у этих шахматистов что то есть хотя я сомневаюсь сильно сомневаюсь что это у него что это за ключ любопытно друзья если есть ключ то должна быть и дверь видите какой я мастер дедукции оцените это ну конечно управление тут соглашусь очень неудобно я это еще и в прошлый раз отметил но неудобно тем что кейт постоянно упирается в какие-нибудь стены углы выступы мне кажется что все таки нужно было дать возможность игрокам управлять классической мышкой и управлять с клавиатурой все таки вот это управление с клавиатурой оно больше под геймпад заточен такс 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 тут еще какие-то несчастные горюют какой-то парень он вообще в угол забился самый да дружище они никого не слушают в этом суть этого места тэн 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 какой же двери этот ключ вот погодите вот там какая-то решетка есть я в прошлый раз пытался пройти вот в тот закуток но не мог а там вот сейчас какой-то парень стоит может быть мне сейчас погодите назад свет ветер жар я все еще это чувствую чувак отдыхай не переживай расслабься вот вот смотрите тут заводные птицы есть вот это мне кажется то что может привлечь сову как вы думаете наконец-то классика Сибири появились хоть какие-то автоматы механические какие красивые птицы в вольере матушка была бы рада она так любит птиц всегда любила и всегда будет дружище а ты в курсе что они не настоящие я надеюсь так ключ 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 он именно от этой двери нос но только эти птицы там явно привязаны привечены к этим трубам следующая часть квеста будет видимо открутить их а нет смотрите вот прямо так просто ну ладненько попробуем попробуем завлечь совушку на нашу сторону попробуем попробуем сломать с ее помощью систему победить систему и надеюсь что все таки не вся игра будет состоять из того что мы будем пытаться выбраться из этого места я надеюсь что нам покажут и другие места тын-тын-тын тын-тын тын-тын уже хотелось бы покинуть эту больничку пора бы уже я считаю такс а погодите а эй я тут сюда сюда да это не сработает это мы уже пробовали погоди кейт может быть сейчас дайте я пройду сюда может быть здесь какая активная точка появилась нет не появилась значит я думаю нужно опять беседовать с этим чувачком с круглым чувачком мой гонец на балконе кейтвокер фу Семен Семенович ну на балконе да я в курсе у меня даже есть то чем его можно привлечь а как мне этого добиться то я чуть не понимаю друзья в чем моя проблема а вот в чем моя проблема я не заметил активную точку ну конечно классическая проблема любого квеста так крутим вертим и добиваемся результата такой взгляд из-под лобби у кейт несколько пугающий когда она из-под лобби смотрит думает что может быть здесь ее заперли не просто так а чё да сова это одуплила отлично шикарно просто а попугай привлёк сову ну дружище извини пришлось нам тебя немножко обмануть я надеюсь ты не будешь клеваться нет какая милота ну как какие то аааа у него там на спине есть специальный отсек ну ничего себе система все полетела полетела к племени хорошо будь птицей летаешь где хочешь а это что такое еще что такое лекарство о доктора о о а вот и замечательная дама пожаловала к нам в гости что мисс вы доктор ефимова верно мы ждали вашего пробуждения лишь через несколько минут несколько дней мисс уокер удивительный случай очень узнай я об этом раньше я бы сразу пришла чтобы помочь вам вернуться в реальный мир в отличие от бедняги курка я здорова я в порядке спасибо потеря чувств это неизбежный побочный эффект лечения мисс уокер и только в медицине нужно следовать плану лечения несмотря на подобные неудобства ну конечно и жуткая механическая койка где бедный мальчик ждет протеза это тоже часть плана лечения и нелепый допрос который мне устроили полагая из той же оперы судя по всему у вас развилась паранойя на фоне выхода из комы когда будет возможность я вас осмотрю но пока что я вынуждена просить вас уйти мне надо продолжить лечение вашего юного друга нет реакции на обращение слушайте вот я вот сейчас проверю если у меня время на раздумья или нужно очень быстро выбирать ответ ну бунтовать в данном случае бесполезно друзья мне кажется сдается мне что ваша травма сильнее чем мы думаем давайте выберем такой вариант как это сказать да комформистский вариант в общем выберем ладно я ухожу надеюсь ваши методы ему помогут конечно разве здесь может быть как-то иначе мисс уакер шприц у нее конечно такой что слона можно мне кажется проткнуть таким как он ваш юный друг хорошо реагирует на лечение все нормально он отдыхает и почему я тебе не верю а что ж до свидания доктор я навещу вас очень скоро мисс уакер не беспокойтесь да мы не сомневаемся что нас отсюда просто так не отпустят и что навещать нас будут крайне регулярно и поэтому высказывать лишний раз наши мысли начальство местного не рекомендуется если мы хотим отсюда сбежать кое-что до поры до времени надо держать при себе для организации грамотного подполья как сообщила подсказочка ключ готов ох и сова прилетела сразу к нам сюда наконец-то она начала соображать в чем ее миссия смотрите-ка ключ покиньте больницу давай серьезно серьезно я сегодня отсюда выйду наконец-то мне даже в это не верится друзья ну давайте попробуем что значит плохо что значит плохо так не может продолжаться курк как тебя отсюда вытащить лучше кейт уокер тебе идти одной а если ты вправду хочешь мне помочь сходи в эльсимбор и попробуй забрать мой протез если ты принесешь его мне доктор замятин его наденет и я смогу вернуться к племени а доктору замятину можно верить его клиника выглядит сомнительно он всегда был другом юколов я уверен он поможет тебе выйти и найти мастера в эльсимбори хорошо я обещаю что вернусь с твоим протезом курк а ты пока будь здесь спасибо кейт уокер да помогут тебе духи держись парень я надеюсь лекарства тебя не сломают до тех пор пока мы не вернемся с твоим протезом и ты не сможешь сбежать вместе с нами посмотрите а доктор про которого он сказал это этот сумасшедший который нас приковывал к этому детектору лжи и который страдал от того что не может пытать всех по старинке это он да серьезно он друг юколов правда это же он про него говорил как я понимаю да ну ладно задачка у нас сейчас одна единственная покинуть больничку поэтому давайте-ка отсюда сваливать ну попробуем по крайней мере свалить надеюсь что у нас это получится попытка номер два заставят меня сейчас опять крутить эти лопасти не не заставят прекрасно поехали поехали неужели санитары не могут нас остановить если отсюда никого не выпускают почему за нами не кидается толпа с осмирительной рубашкой и с шприцом в руке ну ладно поехали неизвестно правда что нас ждет внизу я бы там тоже выставил какой-нибудь усиленный пост или еще какую-нибудь загадочку подкинул чтобы уж наверняка никто не выбрался а нет вот найдите доктора замятину все понятно это не тот псих этот доктор обитает на другом этаже где действуют другие правила так что тут на табличке то указаны какие-то мыльные текстурки не прочтешь и так сотрудники этаж управления ну окей друзья я то думал что здесь нам подскажет где же кабинет конкретно доктора ну ладно вправо было нарисовано управление так что мы пойдем туда ух а вот здесь фпс проседает я вам доложу да вот прям вот на первом этаже вот здесь прям жестко у меня вот сейчас вот 40 фпс выдает игра прям какой-то адовчик адовчик небольшой так сейчас погодите я хочу осмотреть в первую очередь доктора ефимова да не надо к ней заходить я не хотел болтать с этой с этой стремной теткой никого может оно и к лучшему конечно оно к лучшему я хотел табличку осмотреть потому что в таких текстурах не вижу ничего а может быть вот этот вот чувак нам нужен он сам похож на юкола рад вас видеть хотя признаюсь и несколько удивлен наша дорогая доктор ефимова обрисовала ваше состояние в куда более мрачных тонах она склонна демонизировать любую ситуацию все хорошо не хочу дурно отзываться о том кого вы цените доктор замятин но доктор ефимова меня беспокоит да почему же она со своим помощником доктором мангелингом устроила мне настоящий допрос а еще они держат курка молодого юкола крепко привязанным к койке я уж не говорю о том как она давит на всех психологически слушайте мисс уокер я понимаю пробуждение после долгой комы сложный процесс панические панические атаки в этом случае совершенно нормальное явление но прошу не проецируйте их на доктора ефимову она заботится о вас я знаете ли не молодею а управлять этой клиникой тяжелое бремя за последние годы Ольга показала себя способным ассистентом я абсолютно доверяю ей но эта тема закрыта мисс уокер расскажите пожалуйста что за подвеска у вас на шее я заметил ее сразу как только вы вошли ну уже не стесняйтесь мисс со мной можно говорить безбоязненно ну ладно давайте вот ему скажем в чем дело мисс уокер правда она принадлежала Оскару его больше нет понимаю вас мисс уокер я и сам уже несколько десятков лет несу бремя горе носить знак о том кто был вам дорог это очень естественно доктор заметен я обещала курку что схожу к мастеру в альсимборе и принесу механический протез бедный парень ждет уже долго я хотела бы ускорить процесс скажите как туда попасть весьма благородная задумка мисс уокер я попросил своего старого друга часовщика Семена Штайнера изготовить механическую ногу для юного юкола он опытный мастер и отличный изобретатель вы найдете его в мастерской рядом с портом вальсенбора думаю он уже почти закончил работу увидите он делает потрясающие вещи вы можете отпустить меня чтобы я сходила к мистеру штайнеру мне сообщили что больница на карантине вам придется попросить доктора ефимову мисс уокер она дала приказ ограничить выход из нашей клиники она же и выпускает пациентов ну как же так ты же глава этой больницы ты же здесь самый главный чувак ну в конце концов в этой книге вы найдете ответы на вопросы о наших друзьях юкола до свидания мисс уокер давайте спросим про юколов почему юколы попросили вас вылечить курка при каждой миграции я обмениваюсь с юкольскими шаманами медицинскими знаниями их транстерапия и материя медика не раз помогали моим пациентам с психотравмами я в свою очередь лечу тех из них кому не помогают их традиционные средства как этого бедного мальчика потерявшего ногу да чё вы вы лечите то а сколько миграций страусов вы видели это третья мне повезло три это много редкое зрелище поверьте огромное стадо страусов сопровождаемое кочевым народом юколов который обречен следовать за своими животными им совершенно безразличны страны войны границы похоже вам нравятся юколы доктор замятин это потрясающий народ знаете ли у них невероятная медицина отчасти замешанная на шаманизме без нее вы бы точно не дожили до клиники миссуокер мне кажется что ее колов здесь не очень любят верно сейчас похоже большинство жителей вальсамбора к ним настроены враждебно а ведь раньше такого не было в дни моей молодости миграция снежных страусов была праздником вальсамборе а почему все так изменилось двадцать лет назад наш регион сильно пострадал это очень повлияло на мировоззрение жителей люди замкнулись в себе стали менее приветливыми и то что юколы уже несколько недель стоят лагерем у озера вальсамбор их не радует неужели мне так обязательно просить разрешение ефимовой чтобы уйти вы же главный врач этой больницы ольга моя правая рука и у меня нет причин не доверять ей мисс уокер она ваш доктор и вам следует поговорить с ней ольга вовсе не такая злая как вам кажется вы скорее всего найдете ее в кабинете но мы с доктором ефимовой еще поговорим но я сомневаюсь что она нас отпустит мы же видели заставку в отличие от этого добродушного старичка я бы даже сказал несколько простодушного который не понимает кто пытается захватить власть в его заведение медицинские трактаты методы альтернативной медицины бесподобно вот так коллекция такс что у нас в инвентаре давайте изучим книжечку про юколов которую он нам выдал она видимо в разделе документов читать антропологические загадки антология вступление Корнелиуса Понса тут много текста это интересно как мне его прокручивать то мышка не работает перетягивание подождите перетягивание страниц тоже не работает клавиши никакие не работают а как 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 не дают мне ничего прочитать друзья видите нажимаю двойку а тут только заголовок и все и никакого тебе содержания книжки сколько ты не кликай на мышку прям стихи получаются какие то ну ладно пойдем беседовать видимо с этой бестией больше нам ничего не остается картин у него знатные такие висят прям да неплохо неплохо у него тут в кабинете где расположилась доктор ефимова мы уже в курсе вот здесь о и теперь то ее кабинет открыт а а американка проснулась поторопитесь полковник и как она неплохо похоже пока что она послушна но это вряд ли надолго я полагаю а что насчет кочевников как и в прошлые годы озеро вальсимбор не замерзло стадо стадо не сможет перейти на ту сторону по льду они застрялись здесь а их юный проводник сейчас у нас если все пойдет по плану скоро ю колом останется только вернуться домой тем более что я намерена все ускорить хорошо полковник тут еще американский детектив он должен скоро прибыть пусть встретиться с мисс Уокер если хочет нет пока смысла его настораживать но затем делом этой девушки займемся мы никакой американец не смеет нам указывать вот так вот все сурово суровый российский скайп на ламповом телике по которому отдает приказы одноглазый лысый мужик я уже честно говоря забыл подзабыл злодеев просто из второй части что там было вообще какая там заморочка то была в конце ну да ладно давайте осмотримся в ящичках тут никаких ядов отравляющих веществ никаких доказательств улик мы здесь добыть не можем так вот компик компик давайте осмотрим в Сибири всегда загадка на самом деле в какой конкретно промежуток времени в реальной истории мы попадаем потому что ну здесь какое-то такое соединение всегда это механические роботы там какие-то из 19 века это и какие-то там ламповые радиолы еще что-то из 60-х там 50-х это вон какие-то ламповые телеки старые это и какая-то видеосвязь типа современные такие технологии вон компьютер прям электронная почта и так далее так Кейт Уокер Ольга мне подтвердили что американка может представлять опасность у нее истеричный характер и она вбила себе в голову что должна сопровождать старого безумца на какой-то воображаемый остров по пути туда она изрядно досадила властям и более того стала водить дружбу с этим с этими тунеядцами и уколами кроме того ее зачем-то разыскивают янки это даст нам хорошую возможность избавиться от этой особы когда я доберусь до Вальсимбора мои люди арестуют ее и выйдут штатом а до тех пор заботьтесь о ней как следует полковник К ну не самая плохая перспектива если нас хотят просто арестовать и депортировать по крайней мере нас не хотят убить это уже неплохо но с другой стороны если нас депортируют Кейт не добьется какой-то своей высшей цели к которой она стремится так следующее письмецо полковник я получила доклад комиссии об управлении клиникой и при всем уважении к нашим комиссарам должна заявить что решение насчет замятина ошибочное конечно он сейчас почти не покидает свой кабинет и диригирует всю ответственность мне но его подпись стоит на всех документах в том числе и на тех что касается моих экспериментов поэтому я полагаю что лучше будет оставить его за своим столом из него получится отличный зиц председателя искренне ваша Ольга Ефимова что такое зиц председатель друзья объясните мне ну в смысле я понимаю что это как бы ширма отличная ширма из него получится первый раз просто с таким термином сталкиваюсь с доктор однако беспокоит один вопрос правда ли что мисс Фокер должна арестовать какое-то местное ополчение я хотел бы устроить с вами днем видеоконференции чтобы обсудить этот вопрос и другие практические моменты ничего себе какая-то страшная суперорганизация подконтрольная там военного всем прочим запросто пускает каких-то частных детективов из сша удивительная история просто удивительно сказали бы что у нас нет такой кейт уокер вообще не знаем кто это такая ищите в другом месте так ну-ка вот здесь вот тоже еще какая-то любопытная информация в отчете согласно вашим рекомендациям я провел с пациентом номер 10 американку кейт уокер стандартное психиатрическое собеседование а это вот отчет о нашем о нашем допросе который был в прошлый раз на первый взгляд ее доводы казались убедительны но при этом она продемонстрировала все симптомы пристрастия и анархии столь распространенного в ее заблудшей стране хуже того она судя по всему полностью посвятила себя делу кочевников и уколов и наверняка намеревается продолжать сеять смуту в наших землях исходя из этого я рекомендую использовать особый протокол ограничивающий ее перемещение и общение с другими пациентами способными встать на сторону юного кочевника в ожидании вашего ответа я проведу калибровку механической кровати ну ну кровать там вполне успешно откалибрована так что этот юный кочевник никуда деться не может не удивлюсь если ночью тайком нас тоже к ней прикуют здравствуйте мисс ефимова я по поводу кейт уокер вы здесь вот так совпадение я же вас неделями искал мистер контин верно моя репутация опережает меня мисс ефимова должно быть сообщила о моем приезде нет я узнал о вас только сейчас мистер контин мой наниматель в нью-йорке раньше упоминал что собирается отправить за мной детектива не хочу хвастать но я лучший детектив на восточном побережье у меня ни одного провала я должен привести вас домой в целости и сохранности мисс уокер я прибуду в вальсимбор через несколько часов мисс уокер вы меня плохо слышите можем сказать что я не собираюсь возвращаться и мне нужен ответ мисс уокер мне не нужен принц спаситель в принципе это одно и то же друзья ну давайте я выберу третье простите меня мистер контин уверенно найти меня было не очень просто боже мой вы не представляете боюсь вас огорчить но я пока не собираюсь возвращаться в сша мистер контин честно говоря у вас нет выбора вас ищет министерство юстиции и у меня с собой международный ордер на ваш арест мисс уокер ваш арест я в розыске а в чем меня обвиняют я ничего не сделала хищение денег считается что вы скрылись с контрактом на продажу фабрики механических игрушек в форальберге вы воспользовались немощным состоянием продавцов вы также считаетесь виновны в смерти одного из них мистер ганса форальберга последнего кто имел право подписывать контракты с компанией которую вы представляли это знаете ли не пустяки мисс уокер совершеннейший бред а вы насколько я знаю не уполномочены представлять здесь министерство юстиции вы просто детектив так что придется вам смириться мистер контин я не поеду с вами в нью-йорк оставьте меня стойте мисс уокер будьте благоразумны прощайте мистер контин и тут нас должна была бы сцапать мисс ефимова за разговором с детективом по ее компу вот это вот было бы действительно здоровски почему бы нам например этому добродуштому доктору не переслать письма ефимовой с ее компа в качестве доказательства как вариант а успокоительные средства транквилизаторы ну ничего незаконного что давало бы основания для подозрения про то как она лечит этого юного юкола так это я сейчас осмотрю я сейчас хочу пока другие предметы исследовать ладно больше ничего нету давайте разбираться с этой загадочкой все же не просто так за этой занавеской какая-то потайная дверь так 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 что это понятно тут надо менять цвета в щите в правильной последовательности но где мне эту последовательность то взять друзья вот в чем дело что что мне может дать подсказку портрет Ивана Грозного висел забавно конечно так где-нибудь должна же быть какая-нибудь книжка не знаю плохо лежащая какой-нибудь плакат записная книжка какая-нибудь в конце концов ну в общем что-то что-то что дало бы нам подсказочку маленькую подсказочку мне много то не надо я многого не прошу друзья и что за ерунда то так 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 нет все пусто все бесполезно все тщетно давайте посмотрим может быть на картины внимательнее может быть на них что-то есть нет здесь какая-то царская армия здесь соответственно успокоительные здесь тоже какие-то ящики с лекарствами ничего что могло бы мне помочь неужели на столе нету никаких подсказок неужели она ничего не забывает нигде ну преступники же всегда прокалываются на каких-то мелочах ну какими бы искусными они не были нет друзья я правда не вижу даже на картинах никаких гербов поэтому я не понимаю что 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 я должен сделать то точно так виды этим меняются видите мы можем подойти к этому рыцарю слева как до этого подходили а можем справа как сейчас вот подошли может быть я куда-то подхожу ну не так как нужно может быть нужно подсказку в каком-то другом кабинете искать а или может быть нам нужно искать подсказку вот в этой книжечке может быть теперь то мы ее сможем осмотреть такс глава семнадцатая вступление возможно я просто что-то в прошлый раз не так делал возможно мне нужно было нажимать кнопку 2 читать а кнопку 2 читать это просто вот так вот текст разворачивается на весь экран да нет я и так все прекрасно вижу зачем уколы это название регулярно пробуждать любопытство в моих любимых студентах раньше они не знали о существовании этого восхитительного племени этого сильного доброго и дорожащего своей независимостью народа почему же эта тысячелетняя культура окутана легкой завесой тайны и как нам заглянуть за эту завесу труд который вы держите в руках самое полное изыскание по данной теме я могу заявить определенно что он побудил меня тоже начать свои многолетние исследования этой культуры а именно палеонтолонию что может быть лучше похвально научному труду чем тот факт что он вдохновил в ученом желание заняться исследованием в новой области и придать обретенную им страсть следующим поколениям студентов точно оценить время появления племени юколов трудно если вообще возможная задача тем не менее многочисленные следы и развалина рассеянные по северному уралу и французским альпам указывают на то что история юколов тянется как минимум с начала времен к этому можно добавить тот занимательный факт что традиции и обычаи юколов не изменились за прошедшие тысячелетия такая редкая сохранность образа жизни племени главным образом объясняется тем что оно среди нас почти неизвестно общая малоизвестность этого племени обусловлена двумя факторами друзья первый фактор кочевой или точнее полу кочевой но это различие мы рассмотрим позже образ жизни юколов из которого вытекает второй фактор кочевые маршруты племени большей частью проходят по неизвестной индики территории оставшиеся в основном на задворках крупных и влиятельных цивилизаций оставивших свой след в евразийской истории два этих фактора способствовали тому что юколы избежали всех попыток этнического и религиозного очищения оставшиеся за пределами главных конфликтов сотрясавших континент это помогло им сохранить всю культуру нетронутой но вот в те дни когда мы играем в эту игру друзья конфликты континента дотянулись дотянули свои черные грязные лапы и до них тем не менее и мы еще вернемся к этому позже юколы не полностью изолированы от цивилизации в ходе миграции они регулярно вступают в контакт с местным населением при том что местные жители терпят проход юколов по своим территориям они не считают приемлемо смешиваться с племенем что бережет его культуру от растворения ммм отношение к природе вот этот вот рисунок моржа немного напоминает мне из моего персонажа из мультфильма в поисках Дори там такой туповатый молодой морж был у племени юколов существует очевидная почти органическая связь с природой редкие следы этой цивилизации указывают на традицию проживания в пещерах и сильную приспосабливаемость племя заселила естественные гроты путешествия по западным землям в то время как в арктических регионах юколы заняли ледяные пещеры вырубленные им вручную юколы живут в симбиозе со многими видами животных среди них есть совы которых юколы приручили и обучили переносить письма и малоизвестные звери юки Каниус Урсус Паларес которых используют как следопытов вьючных и пастушьих животных это как раз видимо вот те вот эти вот снежные страусы как их тут называют на которых они на спинах передвигались в заставке племя добилось огромных успехов в выдомашнивании выживание юколов напрямую связано с этими видами животных есть убедительные доказательства того что в доисторические времена племя жило бок о бок с мамонтами которые служили ему ездовыми и вьючными животными а также источниками мяса и шерсти гигантские кости мамонтов использовались для изготовления мебели юколы считают что мамонты не вымерли а живут на большом острове у северной границы континента хоть автор этих строк не предпочитает не обсуждать теорию напрямую противоречащую научно общепринятой он тем не менее вынужден признать что лично видел образцы юкольского мастерства из на удивление хорошо сохранившихся костей мамонта в данный момент вместо мамонтов спутниками юколы стали большие снежные страусы а это вот они стру... как 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 стручо... нивис мигрирующие арктические птицы известные своей упрямой и нервной натурой раз примерно в 20 лет эти страусы начинают большую миграцию покрывая огромные расстояния цель миграции и прибыть на территории для размножения обширной степи в центре современного Иехастана ну... название естественно вымышленное и все совпадения случайно одна из самых примечательных особенностей юкольской культуры преобразование вещественных потребностей необходимость исследовать за стадом снежных страусов ради выживания племени в духовную практику в основу для верований те из племени кто сопровождает страусов считают миграцию духовным странствием цель которого снискать благосклонность духов к себе и своей семье этакое паломничество к святыне в связи с этим миграция тесно увязана со священными местами ритуалами и обычаями за соблюдением которых тщательно следят шаманы племени они выполняют роли как прорицателей интерпретируют сигналы подаваемые духами так и советников главаря миграции духовного наставника который по мнению юголов по праву наделен властью и избран духами чтобы ввести караван в легендарные священные земли где страусы произведут потомство ну мы поняли в общем все ради детей так распространение югольского мифа про страусов ой про страусов у меня уже все смешалось в голове друзья про баунтов не ну как то эта книжка мне не очень помогала в разгадывании загадки она сама по себе интересная но видимо к этому счету она к сожалению не имеет никакого отношения а ну-ка дайте-ка осмотрим брошюру это же клиника какого-то вот этого вот вальсимбора или еще кого-то тут нету ах нет погодить мне верните пожалуйста к осмотру я могу ее полистать там же было изображение этого ключа я подумал что может быть там какой-нибудь местный герб изображен или еще что-нибудь в этом духе как раз который мы сможем сопоставить вот с этим щитом вот у меня же есть вариант проверить почему он тоже на клавиши 4 так же как и вернуться увы увы и ах это не то что нам нужно ну раз кабинет мы осмотрели настолько досконально потратили столько времени и ничего не нашли я думаю что ответ таится где-то еще давайте попробуем изучить книжные полки этого доктора который тут типа главный он думает что он главный думает что у него замечательная правая рука по крайней мере он так говорит вслух я честно говоря когда он протягивал нам книгу про Юколов думал что на самом деле там в ней будет вырезано какое-нибудь отверстие и там спрятан ключ что на самом деле он все понимает и типа такой за нас все дела но оказалось что нет медицинские трактаты методы альтернативной медицины дайте-ка с ним поболтаем еще разок вот это коллекция попытаемся по крайней мере так доктор замятин простите но мне снова надо с вами поговорить конечно что случилось мисс уокер это насчет ольги ефимовой но мисс уокер я честное слово я не придумываю я застала ее врасплох посреди беседы с военным полковником они намерены и дальше насильно удерживать меня здесь бог знает зачем еще они говорили про Юколов у них какой-то план достаточно мисс уокер меня хватит пожалуйста доктор выслушайте не обсуждается бедная моя девочка с такой параноей вас надо бы немедленно вернуть в палату вам очень повезло что я вам сочувствую не пользуйтесь этим прошу вас почему так голос подлагивает а да нет его бесполезно таким образом убеждать мы так ничего не добьемся пойдемте в холл осмотримся может быть там где-нибудь над входом висит какой-нибудь герпа в конце концов потому что я не понимаю что мне нужно для того чтобы разгадать эту замечательную загадку исчезновения доктора ефимовой тут живопись какая-то шикарная здоровенные полотна маслом все так обустроено это вообще на широкую ногу простите да тут очень мрачно не хватает немного тепла это была крепость князей вальсимбора древний заслон от вторжения с востока жители вальсимбора укрывались тут а зачастую убегали от осаждающих через секретные проходы крепости когда она стала клиникой 20 лет назад благодаря доктору замятину ну вот уж не знаю хорошо это или плохо я еще доктора замятина он в своем кабинете по маленькому коридору первая дверь налево я бы хотела уйти вы не подскажете где здесь выход ну обычно я советую перейти на другую сторону и спуститься в вальсимбор на фуникулёре но доктор ефимова закрыла всю клинику в целях безопасности фуникулёр остановлен до ее распоряжения ясно благодарю за сведения я пойду может вам лучше вернуться в палату пока фуникулёр снова не пустили я подумаю до свидания проблема в том что фуникулёр не пустят пока мы будем здесь находиться вот в чем дело то однако то есть это настолько неприступная крепость что еще к ней и пешком не пробраться ну вообще шикарно друзья даже если мы выйдем за дверь то это нам ничем не поможет шикардос просто шикардос нечего сказать как-то я бесцельно слоняюсь туда-сюда честно говоря просто надеюсь что я что-нибудь найду на что-нибудь наткнусь я пришла повидать мужа он здесь уже несколько месяцев что тебе его не выдают я тут часами жду но типичная ситуация больничная ребят подождите чутка может быть вам и выпустят кого-нибудь похожего на вашего мужа если он выживет в здешних условиях так ну что же мне делать с этой загадкой пойти что ли просто так на бум покрутить все эти рубины камни замурованные в нем или попытаться понять в них какую-то логику в конце концов а че мне еще остается делать давайте посмотрим еще раз на все это безобразие тут еще какие-то крутящиеся и вертящиеся колеса ну дожили дожили друзья какой-то рисуночек составить давайте я ускорю тогда этот процесс мучительный оп готова чего-то я таки добился а я добился того что мне выдали подсказку от видите даже не нужно было слоняться по больничке чтобы всего добиться все было на самом деле передо мной запоминаем давайте не знаю как по часовой стрелке что ли да какие цвета правда непонятные вот бирюзовый хоть серый какой-то понятно темно-красный просто красные зеленые я пожалуй себе куда-нибудь зарисую всю последовательность чтобы не облажаться ну что ж теперь возвращаемся к щиту и пытаемся выставить здесь то же самое что я увидел на мече а здесь какой-то ну по цвету был похож на бирюзовый какой-то но среди этих камней такого не вижу дать синий оставим что здесь какой-то был по цвету похоже на серый но тоже как-то не уверен в этих цветах во всех давайте здесь о получилось но мне не очень хочется суваться вот так вот в эти застенки боюсь что нас там сапают сейчас и посадят какой-нибудь карцер или еще куда-нибудь ну давайте друзья давайте попробуем нужно же нам вывести как-то на чистую воду всех этих психов еще один лифт потайное крыло потайное крыло замка или потайной подвал замка уж не знаю что лучше черепушечки покойнички но это захоронение это древняя еще времен постройки самого замка это древний катакомба к современности они скорее же не имеют отношения какие-то аккуратнее не спались пожалуйста доктор ефимова делаю что могу я открою этот чертов кран вот теперь этот юкольский сброд соберет свой лагерь и вернется откуда пришел идемте гельмут нечего нам тут делать да конечно ольга они же сейчас пойдут возвращаться на этом же лифте или они какую-то свою потайную каморку ушли чане выпустили из этих бочек нефть какую-то или что по цвету похоже на нефть хотят воду что ли вместо реки травануть этой нефти чтобы и уколом нечего было пить с другой стороны тут же повсюду снег если воду нельзя брать из реки то на худой конец можно брать и топить снег конечно это дольше сложнее и так далее но такой выход вполне возможен в общем странно какая ситуация немного странная мотивация героев я все равно не понимаю почему они хотят заставить юколов уйти обратно прошли бы они дальше туда куда им нужно чем они им тут помешали то почему им станет спокойнее от того что они вернутся обратно почему они не будут мешать на том месте на котором они были до этого в общем непонятно непонятно друзья но все ответы будут в следующих частях прохождения ну и в конце концов финале игры ставьте лайк если вам нравятся мои видео оставляйте комментарии если хотите вступайте в моей группы вконтакте и фейсбуке ссылочки есть в описании под видео и спасибо вам большое за внимание за просмотр я надеюсь что автосохранение после этой кат сцены прошло спасибо вам большое за внимание пока а а